Привет! Если тебе сложно, не молчи. У нас с ребятами-создателями, со всеми продюсерами, с креативными продюсерами подрастают дети. И, конечно, нам уже было интересно поговорить о том, о чем мы сами беспокоимся. И в контексте наших детей, и в контексте детей в принципе. Поэтому, конечно же, любая болезненная тема, я считаю, должна быть проговариваться. И таким образом мы будем, ну, каким-то образом ее прорабатывать и находить пути выхода из сложных ситуаций. В подростковом возрасте и в детском, я думаю, что, в принципе, в школах частенько бывает довольно токсичная обстановка. Вот, поэтому неудивительно, что большинство людей так или иначе это проходит. Да. Иди сюда, сука! О, ёб! Вы че там? Нормально? Че ты делаешь? Че ты делаешь? Че ты делаешь? Вы че? Пацаны! Пацаны, корот! А ну, не зашли! Че? 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 Мой персонаж и я, в частности, потому что да, я персонаж, стала неким примером для девочек, которые стесняются, комплексуют, переживают по поводу своих внешностей и недостатков. и в какой-то момент я поняла что это моя миссия миссия что в этом и есть наша изюминка что мы все прекрасны самое главное нужно начать себя в первую очередь не с кого-то из себя и все идет через любовь к себе и только тогда приходит ну как бы твой путь вот я через этот путь пришла вот сегодня я с вами здесь сижу и что-то сказываю смотрите о кстати нормальный шмот похудела что я не дать всю ночь провела я тещу пусть сам всю ночь попробуй какое-то время я терпел какое-то время я терпел потом я просто находил жертву переключал будет кто другого человека как бы это единственный был способ нежели бороться бороться с толпой которая наваливается я думал что это в школе типа проблем в школе проблемы но потом когда я переехал в город побольше учитывая что из маленького городка и сел в автобус и в автобусе напротив начали смеяться взрослые достаточно людям моими ушами подумал так а что-то я вроде уехал вроде уехал булил я но конечно булил но это же скорее такая стадная история все шутят или ты решил подшутить вот главное чтоб на меня не переключились тот ей а тут есть же еще другой буллинг если мы говорим буллинг есть еще другой вот допустим я подвергался еще другому буллингу как бы учитывая что я из маленького военного города где 15 тысяч населения помимо того что у меня були одноклассники меня булили учителя в школе возможно тебе где-то там хватит характера справиться там не знаю стремя одноклассниками еще что-то с друзьями но очень странно и я думаю не у всех хватит типа не то что характера и сил справиться когда тебя выводят классу и говорят вот посмотрите он двоечник а все потому что у него неполноценная семья брат у него охеренный учился на золотые медали а он вот пожалуйста вот ты был бы хороший человек они бы тебя к себе взять но ты видать бы тоже не фонтан растут со мной осталось цель в целом до какая в превенции буллинга это вообще в принципе распознать что это такое и понимать что когда все смеются одному не классно одному не смешно вот это как раз и есть буллинг что когда мы что-нибудь такое затеваем или мы кого-то обзываем или мы кого-то объем например да вот это как бы она и есть в общем то потому что очень многие до сих пор не распознают а мы так шутим они так играют а это возраст такой да то есть мы даже работая сейчас со школами достаточно продолжительное время регулярно слышим от взрослых в первую очередь эту фразу но и потом уже от детей дети учатся на примерах дети смотрят на взрослых и если взрослые считают нормальным вызвать ребенка к доске и сказать а посмотрите-ка пожалуйста на эту девочку как она сегодня вообще оделась ты чего там юбку дома забыла или что-нибудь такое либо сказать мальчику про очки про уши про глаза про волосы неважно про что конечно дети будут буллить конечно дети будут считать что это нормально любое проявление насилия она органично для человека мы достаточно агрессивный вид биологически сами по себе мы хищники и поэтому мы да мы агрессивные но мы как бы все-таки дожили как-то до 21 века в общем-то овладели технологиями считаем себя достаточно культурными продвинутыми людьми в целом да поэтому нам важно понимать что навыки коммуникации это то что нужно воспитывать эмпатию нужно развивать развивается она на собственном примере в том числе на заинтересованности взрослых в детях когда им не все равно что дети переживают что они чувствуют что с ними вообще происходит вне зависимости полная эта семья или неполная есть там братья и сестры какой социальный достаток очень часто родители интересует только как ты сдашь егэ все и вот такие глаза больше ничего не надо он перестал ходить в школу или она там опять получает двойки она думает не о том и все и больше людей не интересует ничего единственный вопрос который дети или подростки слышат приходя домой что тебе задали что тебе задали срочно садись делай уроки какие оценки получил все я сказал выходи говорю одна живешь здесь понятно стучак подними дебил мужу своему указывать будешь а с кем ты вообще дружишь а с кем ты вообще общаешься а с кем ты в романтических отношениях сейчас находишься ты знаешь что такое секс а ты знаешь что такое наркотики а вообще как ты себя сейчас чувствуешь грустно тебе весело тебе что с тобой сегодня происходит чем ты хочешь поделиться вот когда с подростком в особенности да дети они более открыто подростки уже более закрыты поскольку конечно они хотят сепарироваться отдалиться я уже все сам у меня взрослость есть некая до своей собственной территории но они очень на самом деле нуждаются в этом общении эмоциональным глубоким когда с ними разговариваешь они с удовольствием открываются но когда они слышат все время ты все делаешь не так ты должен жить иначе ты должна поступать не так да ты не оправдываешь мои ожидания когда они слышат этот вот посыл когда они понимают что действительно взрослых интересуют только конкретно учеба они они сами вот оттуда начинаются все проблемы и буллинг это одна из форм выражения вот этого насилия вот этого протеста между детьми в том числе в сторону взрослых между детьми в сторону друг друга и непринятия себя мы недавно провели исследования которая показала что более 70 процентов ребят молодых строят свои поведенческие модели и свои решения принимают потому что они видят на экране это грандиозная цифра на самом деле нас это очень удивило и у нас в этом исследовании принимало участие более 100 экспертов и они оценивали разные картины по уровню влияния на молодое поколение и трудные подростки там во первых строках что сразу ментовку не живет янда чисто изнасилована сразу заявление ментовку катать то все равно у него родители крутые отмазали бы во второй сезон интегрировали службу доверия телефон для подростков и на него позвонило огромное количество ребят увеличилось колоссальные разы количество звонков от ребят мы увидели что это действительно нужно что есть такой вот запрос у аудитории и в этот раз мы вообще просто в каждую серию интегрировали разные некоммерческие организации помогающие стою в той или иной ситуации с той или иной проблемой и более того с нашими партнерами образовательным порталом нел мы придумали такую штуку чат-бот для ребят такой чат-бот который они могут открыть и пообщаться не никуда не набирая никакой номер ни с кем не разговаривая просто внутри своего мобильного телефона набрать посмотреть какие есть материалы по той или иной проблеме и как можно получить ту или иную помощь что есть материалы по этой системе и не набирая какое есть материалы по этой системе и Qin и Хирид кейт